На этой неделе в матче Сент-Луис-Чикаго была заброшена шайба с передачи вратаря Джейка Аллена. По этому поводу мы решили собрать для вас 10 самых эффектных, на наш взгляд, голевых передач в исполнении вратарей НХЛ. Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Открывает нашу десятку Кэрри Прайс. Его суперудачный выброс по борту в матче против Каролины в сезоне 11-12. Шайбой в итоге завладел Плеконец, который вошел в зону и выложил ее под бросок Майку Камальери. Мощнейший щелчок с ползоны, и Прайс становится соавтором гола. Девятое место. Шикарная комбинация Тампы. Начало которой положил Бен Бишоп. Вратарь Молний точной передачей по борту на чужую синюю нашел Стэмкоса. А тот вывел один в ноль Владислава Намесникова. Как по нотам. И снова Бен Бишоп. На этот раз участие в шайбе Джонатана Друэна. Вы спросите, что в этой передаче такого? А то, что она случилась в том же матче, что и шайба Намесникова. Две голевые передачи от вратаря за матч. По нашему мнению, достойное место в десятке. Седьмое место. Мартин Бирон. Который в матче Торонто Рейнджерс в сезоне 11-12 сумел не просто вывести шайбу подальше от ворот, а сделал передачу на Карла Хагелина, который в паре с Дереком Степаном организовал взятие ворот листьев. Шестое место. Великий Мартин Бродо. И начатая им молниеносная атака на ворота Филадельфии. Нацеленная передача по центру на Ковальчука. Быстрый пас на Паникаровского. Бросок и Брызгалов капитулирует. Открывает пятерку нашего топа Мэтт Мюррей и его попытка поразить пустые ворота Флориды в сезоне 16-17. Шайба в итоге в ворота не попала. Зато получилась шикарная передача на Карла Хагелина, который без труда реализовал выход на пустые ворота. Четвертое место. И снова Мартин Бродо. Вратарь, который всегда стремился активно участвовать в происходящем на площадке. В очередной раз продемонстрировал это в матче против Бостона в сезоне 2009-2010. Поймав шайбу в ловушку после атаки Брюинс, Бродо заметил на чужой синий Дэвида Кларксона и тут же доставил тому снаряд. Кларксон не подвел. Открывает трогу призеров Харри Лехтанин, который решил поучаствовать в разгроме Лос-Анджелеса в сезоне 14-15. Заметив на чужой синий Тайлера Сегина, он выдал пас конфетку и организовал шайбу ворота Кингс после выхода 1-0. Заметив на чужой синий Тайлера Сегина, он выдал пас конфетку и организовал шайбу ворота Кингс. Он решил вратарь Эдмонтона Дуэйн Роллессон в матче против Анахайма 19 мая 2006 года. Завладев шайбой в своей вратарской, он по высоченной дуге выбросил шайбу с неудобной руки в сторону ворот ДАКС и сумел таким образом вывести 1-0 Майкла Пеку, который не собирался упускать такой шанс. И, наконец, золото нашего топа получает Петер Мразик. В овертайме матча против Ванкувера чешский вратарь Детройта поймал Канакс на смене и сумел точно отдать передачу на чужую синюю Густаву Нюквисту. Тот свой момент реализовал, что позволило Мразику стать соавтором победной шайбы, а заодно и победителем нашего топа. На этом все. Если вам понравилось, ставьте свой результативный хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. А мы постараемся радовать вас новыми видео как можно чаще. С вами была команда Фокс Хоккей. До новых встреч. Пока!